В борьбе с фейковыми исследованиями социологи, политологи, психологи, ведущих вузов Одессы, а также Центр социологических исследований «Аргумент» провели замеры электоральных симпатий накануне местных выборов. Презентация опроса показала, насколько истинные исследования отличаются от политической заказухи. Опрос касался как выборов городского головы, так и будущего состава городского совета, а также наиболее актуальных городских проблем. О результатах исследования далее в нашем сюжете. Участвовать в предстоящих местных выборах на сегодня намерены 39,7% одесситов. 38,5% опрошенных не хотят принимать участие в голосовании. Пока еще затрудняются с ответом 21,8%. Такие результаты опроса, проведенного социологическим центром «Аргумент», были представлены в ходе пресс-конференции, посвященной исследованию электоральных предпочтений одесситов. По словам представителя центра «Аргумент» социолога Евгении Прохоренко, электоральные предпочтения одесситов на момент опроса распределились следующим образом. Если бы выборы депутатов Одесского городского совета проходили в ближайшее воскресенье, за какую политическую партию, кандидаты от нее вы бы проголосовали? 25% оппозиционная платформа «За жизнь», 18,2% украинская морская партия Сергея Кивалова, 14% «Слуга народа», 12,5% «Доверяй делам», 4,1% «Национальный корпус» и 4,1% «Блок Эдуарда Гурвица», «Европейская солидарность» 3,5%, «За майбутни» 3,3%, «Партия Шария» 3,2%, «Батькивщина» 2,4%. И опять же, уважаемые коллеги прокомментируют, затрудняются ответить 9,7% одесситов. Также одесситы определились с лидером мэрской гонки. Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы одесского городского головы, за кого бы вы проголосовали, если бы в избирательном бюллетене были фамилии таких кандидатов? Одесситам предлагали выбрать на первом месте Кивалов Сергей, украинская морская партия Сергея Кивалова, 25,3%. Труханов Геннадий, партия «Доверяй делам», 22,5%. Скорик Николай, партия «Оппозиционная платформа за жизнь» 8,1%. Фильмонов Олег, партия «Слуга народа» 6,7%. Червоненко Евгений, партия «Наш край» 5,2%. Горвицу Эдуард, блок Эдуарду Горвицу 4,5%. Калинчук Сергей, за майбутни 3,9%. Обухов Петр, партия «Европейская солидарность» 3,2%. Затрудняются ответить 20,6% одесситов. По словам доктора политических наук профессора Лилианы Яровой, рейтинг партий напрямую зависит от рейтинга партийных лидеров. Так, после заявления Сергея Кивалова о намерении баллотироваться на пост мэра Одессы, значительно выросло доверие одесситов и к самой партии. Кроме этого, сыграл в пользу и отказ территориальной избирательной комиссии регистрировать кандидатов от Украинской морской партии. Одновременно после успешного разрешения этого дела в суде, возросло недоверие к партии мэра «Доверяй делам». Я считаю, что Сергей Кивалов и его морская партия заняли очень хорошую электоральную нишу, единственную альтернативу действующей власти. И это связано прежде всего с тем, что городская власть сделала все возможное, чтобы большинство одесситов объединилось, и электоральное ядро Сергея Кивалова возросло, а сделало оно несколькими шагами. Во-первых, отказало партии и Сергею Кивалову в регистрации, а это привело к тому, что Сергей Кивалов, как всегда, показал, что он победитель. И Одесса любит победителей. И не только нужно доверие одесситов, но нужно видеть дела. Партия Кивалова – это олицетворение дел, которые делаются, прежде всего, социальных проектов. Совсем недавно была открыта международная школа. Это супершкола в Одессе, я считаю. И был открыт новый храм, который освещал митрополит киевский Ануфрий. И нельзя оставить эти проекты без внимания. Кроме этого, очень много социальных проектов, которые проводились в течение не последних месяцев или недель. Помимо того, что заходят депутатами в городской совет, нужен лидер. А лидером в этой ситуации может быть только Сергей Кивалов. И я считаю, что это партия, которая ведет не только знает, как управлять, знает, что делать, знает, как делать, но это серьезные юристы, которые идут в партию. Все будут решать правовыми методами, а не теми, которые решались до сих пор. Именно это хотят видеть сейчас одесситы. Правовые методы. Также участники проведенного опроса выделили наиболее острые проблемы, которые, по их мнению, требуют первоочередного решения со стороны представителей власти. Это проблемы вартості житла, проблемы за грузовую, за вантажності міста автомобильным транспортом, погані дороги. Но вместе с этим хотелось бы отметить наступное. Одесситам достаточно тяжело платить на высокие тарифы, но при этом люди хвилюют дороги и места для паркования автомобилей. Проблемы поганого стану житлового фонду, транспортное забезпечення, охрана здоровья – это те проблемы, які завжди хвилювали людей. По мнению кандидата социологических наук, доцента национального университета имени Мечникова Василия Полюги, у лидера мэрской гонки Сергея Кивалова достаточно опыта и знаний для того, чтобы решить накопившиеся проблемы города. С точки зрения психологических аспектов, оценку предстоящим выборам также дала доктор психологических наук. Профессор Южноукраинского национального педагогического университета имени Ушинского Мария Казанжи. По ее словам, на рейтинг той или иной политической силы или кандидата влияет ряд факторов, таких как узнаваемость, привлекательность, присутствие в СМИ, миграция из одной политической силы в другую. Большинство избирателей хочет, чтобы человек был решительный, волевой, чтобы он доводил начатое дело до конца, чтобы этот человек был лидер, чтобы он был для них эмоционально привлекательным, чтобы его мировоззрение было для них близко. Среди субъективных, независящих напрямую от кандидата факторов роста электоральной поддержки, эксперты называют беспрецедентное применение админресурса со стороны городской власти. Психологи говорят, что открытые попытки расправы со своими оппонентами могут сыграть против действующей городской власти и уже негативно сказываются на ее рейтинге. Этот эффект действовал и действует всегда. Вот любое действие, вот такое насильное действие, оно вызывает противодействие и с этой, и с любой другой властью, которая применяет вот такие вот методы в избирательной кампании. Несомненно, народ это отмечает и народ на это реагирует. Опрос проводился методом личного формализованного интервью с 9 по 13 октября. Всего было опрошено 1200 одесситов. Погрешность выборки не превышает 3%. Можно сделать вывод, что данные получены надежные, достоверные. Главное, не нашим горожанам, не откликаться на любого характера цифры, которых во всех средствах массовой информации на сегодняшний день очень много. И чем ближе мы к точке отчета, то есть к выборам, тем больше появляется различных каких-то результатов. Здесь мы можем сделать вывод, что и с методологической, и с процедурной стороны это исследование было проведено в соответствии со всеми требованиями, которые выдвигаются к таким исследованиям. Когда результаты социологического исследования представляют представители различных высших учебных заведений, это, естественно, повышает уровень доверия к тому, что оглашается, поскольку кандидаты и доктора наук, они призваны для того, чтобы стоять и отстаивать научность каждого исследования, а не пытаться сфальсифицировать, сыграть какими-то рейтингами данными цифрами. 25 октября одесситы получат возможность перезагрузить городскую власть. Такая возможность выпадает раз в 5 лет. В последнее воскресенье октября нельзя быть безразличным к своему выбору, иначе его кто-то сделает за вас.